Здравствуйте, уважаемые студенты! Добро пожаловать в видео лекцию по нормальному клиническому анатомии. Сегодня мы начнем совершенно новую систему, сердечно-сосудистая система, система кардиоваскулярис. Тема сегодняшней лекции – функциональная анатомия сердца. Я вас ознакомлю с сегодняшним планом лекции. Первая – общая характеристика сердечно-сосудистой системы, строение сердца, клапанный аппарат сердца, топография сердца, кровоснабжение сердца, проводящая система сердца, регуляция болезней сердца. Сегодняшнюю лекцию мы будем проводить по интерактивному методу – метод плотности. Я этот метод буду применять во время обратной связи со студентами. Давайте начнем лекцию. Сердечно-сосудистая система состоит из сердца и кровеносных сосудов. В кровеносных сосудах бывают артерия и вены, вы, наверное, слышали. Артерия красненькие, а вены синенькие. Чем отличается артерия от вены? Артерия отходит от сердца к органу, к каждому органу зайдет, который обогащен кислородом. То есть доставляет каждому клетку кислород вместе с кислородом в питательные вещества. Вена, наоборот, течет от органов к сердцу, то есть обогащена углекислым газом и продуктом распада. Есть капилляры, вот мелкие, самые мелкие сосуды это капилляры. Капилляры это как бы связывающие звено, артерию с венами и там происходят обменные процессы. Вот артерия разъединяется на артериолы, вот самые крупные артерии, вот разъединяются на артериолы. Артериолы при капилляре, капилляре, потом посткапилляре, потом венула и вена будет. Вот при капилляре, капилляре и посткапилляре, они микроциркуляторные русла. Именно капилляре происходит, обменные процессы происходят. Поэтому капилляры самые мелкие сосуды. Следующий у нас это сердце. Сердце это полумышечный орган, по-латынски кор. Это насос. Благодаря этому кровь движется по замкнутой системе. То есть по большому кругу и малому кругу кровообращения движется. Большой круг и малый круг существуют. Впервые открыл ученый Гарви в 1628 году. Большой круг кровообращения начинается с левого желудочка, отходит аорта. Аорта разъединяется на восходящую часть, нисходящую часть аорты. Восходящая часть аорта кровоснабжает все верхние части, грудную полость, верхнюю конечность, шею и головы. Нисходящая часть органа брюшной полости и нижней конечности кровоснабжает. Потом они превращаются в вены. Самые крупные вены это верхняя и нижняя половина попадают в правую прецедию. Это большой круг кровообращения. Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка. Вот правого желудочка отходит легочной ствол. Потом она разделяется на две легочные артерии. Каждая легочная артерия через корень лёгких вступает в лёгкие. Там происходит газообмен. И от лёгких отходит по две легочные вены, которые выливаются в левую прецедию. В легочные вены в левую прецедию заканчивается здесь. Малый круг кровообращения. Большой круг кровообращения это происходит, доставляет каждую клетку и тканям кислород и питательные вещества. И уносит продукты метаболизма и углекислый газ. А малый круг кровообращения происходит газообмен. От сердца, вот, венозная кровь идёт к лёгким, там происходит газообмен. Очищенная кровь обратно выливается в сердце. Единственная вена, которая течёт артериальный кровь, это легочные вены, которые выливаются в левую прецедию. Отходят от лёгких. И единственная вена, которая несёт артериальный кровь, это легочная артерия. Через корень лёгких вступает в лёгких. Давайте строение сердца. Сердце, корма, так сказали по-латынски, расположен в грудной полости между двумя лёгкими передним средостением. Она ограничена по бокам двумя лёгкими, правыми и левыми лёгкими. Снизу вот, жёлтая диафрагма. Спереди, грудина и рёбры. Сзади, комплекс органов заднего средостения. Это пищевод и трахеи бронхи. Сердце человека имеет конусовидную форму. Узкая часть, вот эта верхушка, апекс кордис. И широкая часть, основание, басис кордис. Масса сердца это 250-300 грамм. Полость сердца. Сердце человека четырёхкамерное. Имеет четыре камеры. Вот правое председание, левое председание, правое желудочка и левое желудочка. Четыре камеры имеет. Межпредседание перегородка и межжелудочковая перегородка разделит сердце человека на две половины. Правую половину и левую половину. Правая половина носит и носную кровь, а левая половина носит артеральный кровь. Правая половина входит, правая председание и правая желудочка. А левую половину входит, левая председание и левая желудочка. Правым сверху председание имеется особое выпячивание. Это правое ушко и второе это левое ушко. Аурекуля декстра и аурекуля снистра. Стеньки сердца. Стеньки сердца состоят из трех слоев. Самый внутренний слой это эндокард. Потом самый толстый слой миокард, мышечный слой. Вот желтый слой это эпикард. Внутренний слой эндокард. Средний слой миокард. И наружный слой эпикард. Кроме того, сердце покрыто околосердочной сумкой перикардом. Эндокард. Эндокард образован эластичной соединительной тканью эндотелием. Она плотно сращена с миокардом. И покрывает сосочковыми мышцами и сухожильными нитями. Образует клапаны. Вот такие клапаны образует эндокард. Миокард. Миокард это мы с вами по гистологии, наверное, вы знаете по гистологии. Есть мышечный ткан, бывает поперечная, полосатая и гладкая. Гладкий мышечный ткан расположен в внутренних стенках, внутренних органах. Когда мы проходили дыхательную систему, пищеварительную систему, там все мышечные слои расположены, какие мышцы, гладкие мышечные ткани. А скелетный мышечный ткань, поперечная и полосатая мышечная ткань бывает скелетный и сердечный. Вот особые сердечные ткани, это поперечная и полосатая сердечная ткань, образованная миокард. Там есть кардиомиоциты, особые клетки, мышечные клетки, атипичные клетки расположены. Перикард. Перикард это вот снаружи сердца покрыто околосердочной сумкой перикардом. Перикард состоит из двух листков. Это ветеральный и паритальный листки. Ближе к сердцу это ветеральный, потом паритальный. Между этими листками находится циррозная ширкость. Функции околосердочной сумки. Сердце покрыто околосердочной сумкой, это перикардом. Перекарда состоит из двух листков, лицеральной и паритальной. Лицеральная листка покрыта снаружи сердца, то есть ближе к сердцу. Между этими листками находится серозная жидкость. Эта функция перекарда, ограничительная функция, создает, поддерживает форму сердца, уберегает от внезапного растяжения сердца. Второе это защитное, защищает от всяких микробов. Это оболочка же снаружи покрыта, поэтому защищает. Третье уменьшает трение сердца, там жидкость есть, поэтому трения не будет. И четвертое, перекардальная шерсть смягчает толчки, переударах, падениях и ходе. Клапаны сердца. Клапаны сердца бывают два вида клапанов. Вальва кордис. Значит клапан по-латынскому вальва. Вальва кордис бывают два вида. Предсердно-желудочковые клапаны и полулунные клапаны. Предсердно-желудочковые клапаны, створчатые клапаны, можно так сказать. Створчатые клапаны это складка эндокарда, закрывающая предсердно-желудочковые отверстия. Вот наше сердце Вот рисуем Имеет 4 камеры Вот правое предсердие А это левое предсердие А это правое желудочко А это левое желудочко 4 камерное наше сердце Вот предсердие желудочко и клапаны Или створчатые клапаны Сама себе говорит Она расположена между предсердиями и желудочками Значит трехстворчатый клапан Первый клапан Это расположен между правым предсердиями и правым желудочком Находится какой? Трехстворчатый клапан Вальва, Трискупидалис И между левым предсердиями и левым желудочком Находится второй клапан Это Вальва, Трискупидалис или Митральис Митральные Одно и то же Еще есть полулунные клапаны Полулунные клапаны Это расположены между желудочками и магистральными сосудами Мы с вами сказали, что во время круга кровообращения Есть большой круг кровообращения и малый круг кровообращения Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка Вот от левого желудочка отходит аорта Между аортой и левым желудочком находится третий клапан Это клапан аорта Вальва аворталис Четвертый клапан Это легочной ствол От правого желудочка отходит легочной ствол Клапан легочного ствола Вальва, Трункус, Кульмоналис Это четвертый клапан У сердца четыре клапана есть Давайте повторяем еще раз Четыре клапана Это два вида клапана Председно-желудочковые или створчатые клапаны К ним относятся трехстворчатый клапан Вальва, Трункус, Кульмоналис И двухстворчатый клапан Вальва, Трункус, Кульмоналис Или метролис И полулунные клапаны Полулунные клапаны расположены Между желудочками и магистральными сосудами Как мы сказали Левого желудочка отходит аорта Между левым желудочком аортом находится Аортальный клапан Вальва, Аорталис И правым желудочком отходит легочной ствол, между легочным стволом и правым желудочком находится тронкус пульмоналис, вальва тронкус пульмоналис, то есть клапан легочного ствола. Такие клапаны расположены. На макете как выглядит? Вот на макете мы покажем сейчас, вот это ауртальный клапан, вальва аурталис, вот это легочный клапан легочного ствола, вальва тронкус пульмоналис, а третий это трехстворчатый клапан, вальва трискупидалис, и это четвертый двухстворчатый или метральный клапан, вальва дискупидалис и метралис. Одно и то же сказали, да? И это при уменьшении давления в желудочках, в желудочках, в сердцах заполняется кровью и закрываются полулунные клапаны, чтобы препятствовать обратным то, как у сердца крови не было. Топография. Для топографии сердца мы должны знать ориентировочные линии. Девять ориентировочные линии есть, да? Давайте вот это используем. Первая это передная и серединная линия, то есть через нос, да? Потом вот грудина. Два сантиметра, один, полтора, два сантиметра к наружу, это правая и левая около грудинная линия, парастернализ. И вот ключица, середина ключицы, вот нарисована вот средно-ключичная линия. Потом передно-подмышечная, средно-подмышечная и задно-подмышечная линия. Сегодня нам это вот три линии нужно для топографии сердца. Давайте топографию сердца. Сердце расположено где? В грудной полости. В грудной полости переднем средостении. На уровне от 6 грудного до 8 грудных позвонков. На уровне этих позвонков расположена топография. В грудной полости это галатопия. Синтопия мы, как сказали, давайте повторяем. По обеим краям этот расположен, по бокам расположен обеих лёгких. Снизу вот диафрагма, спереди вот грудина и ребры, а сзади комплекс органов заднего срезистения. Границы сердца мы должны разбирать. Давайте границы сердца. Граница сердца. Верхняя граница сердца. Вот второй межреберье посредняя пара с левой, около грудиной линии. Вот второй, третий межреберье. Верхняя граница. Левая граница посредней крючичной линии. 1-2 см. кнутри. Пятая межреберья. Пятая межреберья. Пятая межреберья. Правая граница. Правая граница. Это 2 см. вправо от грудины. Вот около грудиной линии. И от второго до четвертого грудного, четвертого ребра. А нижняя граница, вот это левую границу и правую границу мы соединяем. Это будет нижняя граница сердца. Притоки. Какие притоки? Какие сосуды выливает в сердце? Выливает в сердце это притоки. В правую председу выливает нижняя и верхняя половина. Вот верхняя половина и нижняя половина. Вена кава супериор, вена кава инфериор. А в левую председу выливает 4 штук легочные вены. Вена пульмоналис. Который единственный вен, мы сказали, несет отральный кровь. Теперь оттоки. Оттоки. От правого желудочка отходит. От правого желудочка отходит. Трункус пульмоналис. Трункус пульмоналис. Трункус пульмоналис. Продолжение следует...